Камаджуба, друзья, с вами опять я, Бадрдумбадзе, и вы на моем YouTube-канале Батумино. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и случайные зрители. Сегодня 2 сентября, нахожусь на море, находимся я и Алекс, конечно же, никак без него. И врачи сказали, что ему надо плавать побольше, и рука заживает, практически. Вот сам его и покажу вам. Рука уже целая, но еще надо ждать, чтобы полностью поправился. Вода очень чистая, друзья, очень-очень чистая. И, конечно же, у вас сейчас вопрос, я так думаю, что как с народу, сколько народу. Конечно, я же вам покажу, но немножко попозже. Сразу ощущается, ребят, что немножко вода уже чуть-чуть похолодала, но все равно для меня это очень комфортная вода, очень. Прям душевно, посмотри, как чистая. К сожалению, мой телефон не может под водой снимать, а то я бы даже спустился бы, с телефона показал бы. Да, вот, в принципе, наши уже в основном уехали, и уже мало народу. То, что мне нравится, в принципе, вот этот момент сентябрь. Людей мало, и кайфуешь от того, что целое море практически твое. Никакого там дистанции никакой нету, потому что я сколько раз сел, я обращаю внимание, чтобы минимум 2-3 метра дистанции держать, все равно возле меня кто-то сядет и постоянно с детьми. Дети, которые очень шумные. Я не говорю, что я не люблю детей, я очень люблю детей, но порой они очень шумят. Я из своего района, в принципе, прихожу на море из-за того, чтобы тут отдохнуть от шума, от всего. Ну, практически это не получается в бульваре. Если так, то, думаю, в Сарпе лучше или в Зеленую мысь поехать. Решил заснять это видео, потому что реально давно меня не было, и, в принципе, ничего такого интересного в это время не случилось. Нигде я там не был из-за того, что просто работа меня полностью пограла. Приглашает. Каждый второй день работаю. Получается где-то 15 часов. Это очень трудно. И на второй день просто не остается цели. Остается цель для того, чтобы доползти просто на море, лечь и отдохнуть, поплавать. Конечно же, я не каждый раз буду снимать видео, как я нахожусь на море. Так что, поэтому часто я снимаю видео в Инстаграме. Фотографии выкладываю, разные истории. Так что, у кого есть Инстаграм, в описании я оставляю всегда ссылки на мои социальные сайты. Не знаю, увидите ли вы, но впереди медуза огромная. Это знак того, что мои подписчики знают. Знак того, что вода очень чистая. Вот, видите, он ходит. К сожалению, я сейчас ближе не могу подойти. Берег уже не позволяет. Скажу так, что мы обычно работали, обычно отдыхали. Просто вдобавок то, что маски, перчатки и термоскрининг при входе в общественные места, где людей много. Там, допустим, клубы, кафе, рестораны и так далее. К сожалению, сегодня 22 заболевших. В Батуми все один источник. Это кондитерская Дона. Там у персонала обнаружился. И после этого уже плюс 20-20 человек. Но ничего страшного. Мы с этим справимся. Премьер-министр Гахария сказал, что не будет закрывать Батуми. Да и правильно, потому что все под контролем. Рассказывайте, ребята, как у вас дела там. Я тоже, по-моему, очень сильно соскучился. Так что, если бы была возможность, осенью тоже можно было бы приехать. Но есть такие, я встречаю, так сказать, русских, украинцев, белорусских, разных, которые остались у нас. И умно поступили, что остались у нас. Потому что уже закрыты все границы. И все это плохо. Но я бы не сказал, что народа у нас не было. Все равно народа было. В основном наши местные. И еще раз повторюсь, что люди, которые тут на постоянное место жительства. На БМЖ. Давайте, ребята, я с вами попрощаюсь. Немножко еще море сниму для вас. С вами был я, Бадр Думбадр. Всем приятного отдыха. И хорошего дня. Всем удачи и пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok